28 октября в России пройдет День бабушек и дедушек. В преддверии праздника сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения города Каспийска поделились с нашей съемочной группой, какие работы проводятся в учреждении с людьми пожилого возраста. На сегодняшний день КССОН города предоставляет им все виды услуг – социально-бытовые, медицинские и психологические. У нас в центре имеется 7 отделений социального обслуживания на дому, в состав которых входят социальные работники, которые ежедневно посещают наших подопечных, пожилых граждан и инвалидов на дому и оказывают им социальные услуги. В основном это получается приготовление пищи, покупка продуктов, медикаментов, уборка помещений, ну и другие там услуги есть. Кроме того, в центре также находится отделение для обслуживания граждан в полустационарной форме. Оно предоставляет все необходимые услуги и проводит различные занятия, а также лекции. Здесь ежедневно собираются пожилые коспичане, чтобы провести время весело и с пользой. В четверг компьютерные курсы, а в среду у нас поют бабушки, хор-клуба «Ветераны». Они видели по телевидению, тоже на праздниках выступают. Бабушки и дедушки и вправду получают в центре всежизненно важные услуги, а также развиваются в различных сферах. Так, в КЦСОН жители занимаются спортом и даже изучают компьютерную грамматику, дабы быть в ногу со временем. Проводятся занятия по компьютерной грамотности, пожилые граждане, которые посещают это отделение. С ними проводятся занятия, какие-то навыки обхождения с компьютером им там даются. И также там есть интернет и все, они могут там заниматься. И наши специалисты будут им помогать в освоении интернета и компьютера. Отметим, что центр также проводит немалое количество мероприятий, где пожилые люди могут повеселиться и насладиться концертной программой. Заместитель директора КЦСОН города Каспийска Гаджи Загидов также отметил, что с недавнего времени в центре открылась школа безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов, которая будет информировать людей, как себя вести при ЧП, мошенничестве по телефону, террористических актах и многое другое. В преддверии Дня бабушек и дедушек юные жители города решили обратиться к нашим пожилым людям с самыми теплыми пожеланиями. Я вам желаю счастья, чтобы у вас всегда было много денег и чтобы вы жили в счастье, не скучали никогда, если что-то плохое случится, чтобы при бедах все было у вас очень хорошо. Я желаю всем, чтобы дедушка и бабушка не умирали никогда, жили долго и счастливо, чтобы они нас любили и всех детей. Желаю всем бабушкам и дедушкам здорово, чтобы они жили долго и счастливо и любили нас. Всем бабушкам желаю, чтобы они жили долго и счастливо, и чтобы было много денег, и чтобы вам внуки дарили подарки на ваши дни рождения и праздники. И еще моя бабушка, ей тоже много денег, чтобы было, и то же самое, много денег, чтобы жила долго, и чтобы внучек было много, и внуков. Я желаю всем бабушкам, чтобы они жили долго и счастливо, чтобы у них была хорошая пенсия, внуки им дарили хорошие подарки и приходили на день рождения, уважали старших и любили своих бабуль.